Вышли в боевой поход 20 марта 1942 года. Море встретил нас штормом. Как всегда, наше Северное море не балует хорошей погодой. Шторм, как правило, снежные заряды, туманы. Но мы его любили. Оно было нашим другом. Чем, собственно говоря, забегая вперед, занимались мы всю войну. Это ходили боевые походы к берегам врага, топили боевые корабли противника, транспортные суда. Мы вышли, через двое суток мы были на позиции вражеских берегов. Шли скрытно, используя плохую погоду. Нам это дало возможность скрытно подойти поближе к берегу, погрузиться уже под вражеским берегом, вне видимости берега. А потом следовать уже на позицию, которая была около самого берега. Позиция большая. Пришли на позиции, начался поиск противника. Искали день, искали два. Не может быть, что он нет, не появится. Появится рано или поздно. И действительно, 28 марта мы обнаружили конвой в составе одного транспорта и двух сторожевых кораблей противника. Вышли в атаку. Сам процесс атаки мне понравился, как выходил в атаку Витяев. Ему подсказывать приходилось немного. Противник был хитер. Шел неправильным зигзагом. На большой угол отвернет. Он как бы сбивал атаку. Целый час мы выходили в атаку. Я посмотрел в перископ, говорю, командир, атака хорошая. Перед моим носом противник повернул. Это уже повернул второй раз. Командир потным стал. Противник уже больше часу никак не может попасть на прицел. Наконец, все-таки мы его стукали и выпустили четыре торпеды по противнику. Две из них попали. Подняв перископ, мы увидели, что транспорт тонет. Транспорт шел не один. Его сопровождали два сторожевых корабля. Сторожевые корабли – это противолодочные корабли. Началось преследование. Было сброшено много глубинных бомб. Короче говоря, насчитали 45 глубинных бомб. Ни вскоре они нас потеряли. Нашел снежный заряд. О наше счастье. Это спасло. Противник бросал бомбы. Все-таки на приличном расстоянии. Они рвались. Некоторые ближе были, некоторые далеко. А мы оторвались от противника. Вот это был успевший воевой поход. Первая успешная атака. Начали готовиться к перезарядке торпед. В подводном положении. Потом к вечеру всплыли. Начали зарядку аккумуляторных батарей. Она тоже потребовала 112-14. Сами продолжали в ночное время нести поиск противника. Позиция была большая. То в одном месте, то в другом побываешь. Плавали до 8 апреля. В 8 апреля утром решено было зайти в Фиор. В Фиоре мы пробовали немного. В подводном положении. Противника у Прещалов не нашли. Стали выходить обратно. В 8.50 минут до 8 апреля под кормой лодки раздался сильный взрыв. Сразу погас свет. Люди, которые были в кормовом отсеке, подбросили в другой отсек. Сразу потекла вода. Естественно, торпедные аппараты разрушены. Вода хлынула в отсек. Началась борьба за живучесть в темноте. Люди под руководством Дряпикова старались. Мало того, что они заделывали пробоины всякими такими средствами штатными, но они некоторые даже садились на пробоину. Собственным телом прикрывали доступ в воде. Они остались живы. Я находился в это время в центральном посту. Сначала в третьем отсеке, потом в центральный пост. Когда взрыв произошел, пока шел из третьего отсека в центральный, уже помощник командира, который вахтенным был, инженер-механик Славинский. И мы успели дать команду всплыть ее. Когда лодка всплыла, то мы увидели неприглядную картину. Масса повреждений. Верхняя палуба, и та выглядела гармошкой. Тут доложили, что радиопередатчик эскиз вышел из строя. Но мы находимся под берегом противника. Ночь еще полностью не пришла. Сумерки. Надо уходить как можно быстрее. Дали приказание отпустить дизель. Правый дизель пустили. Поработал минуту, устал. Левый поработал минуту, устал. Было ясно, что потеряны грибные винты. Хотя мы пускали электромоторы, работали в полостую. Ноги потеряны. Уйти не на чем. Что делать? Дать радиограмму случившемуся командующему. Мы не могли, потому что и передатчик был уеден из строя. И была возможность его исправить, но длительное время пришлось бы возиться с ним. Но что делать? Надо повозиться. Взялись за это старшины Рыбин, Свинин и матрос Розанов. Стали думать, что делать. Пришло на мысль, а не сшить ли нам паруса. Из брезента, которым накрывались дизеля. В качестве мачты использовать перископ. Подняв его. Рулевые сигнальчики просошили под командой Боцмана Зимина. К 12 часам Рыбин, Свинин доложили, что передатчик исправить. Я их поблагодарил. И сразу дал радиомирам, командующим. Подорвался на мине. Хода не имею. Погружаться не могу. Широта, долгота. Примерно в первом часу парус был готов. Сердце радовалось. Особенно, когда его натянуло ветром. Лодка медленно поползла. Правда, ход был маленький. Скорость была около трех веслов. Правда, ветер то стихал, то усиливался. Когда усиливался, лодка шла. Когда стихал, лодка медленно очень шла. Но, в общем, выходили в море. Подальше от берега. Это должно нас спасти от врага. Да, перед этим получил радиограмму от командующего. В ванную помощь идет подводная лодка К-22. Под командованием Котельникова. Мы знали, где Котельников, в каком квадрате. Примерно прикинули, каким часом он будет. Прошли-то мы 9 миль от берега. Это уже, собственно, мир с берега. Нас не должно видеть. Прошли около часа. Прошли очень маленькое расстояние. 9 часов. Ветер стих. Мы вынуждены были спустить паруса. Перед спуском парусов пролетел недалеко от нас вражеский самолет. Это дало повод призадуматься. Во-первых, и парус нужно долой, чтобы не демаскировал. Во-вторых, было принято решение продолжать работы, какие намечены. Зарядка аккумуляторной батареи. Чистку механизмов. Для того, чтобы немножко отвлечь внимание личного состава. Но с другой стороны, было указано подготовить артпогреб к взрыву. На случай прихода кораблей. Но мы не собирались сдаваться дешево.